Завершается работа в Германии, полтора дня в Бонне, два дня в Мюнхене. В Бонне состоялась встреча Министов, на самом деле, 20-ки. В Мюнхене продолжается, и дно близится к завершению, очередная международная конференция по вопросам безопасности. Вы слышали наше выступление, поэтому, если возникнут какие-то вопросы, готов буду на них ответить. Ну и кроме многосторонних встреч, 20-ки и Мюнхенской конференции состоялось, по-моему, около 25 двусторонних мероприятий, среди которых было и заседание Нормандской четверки на уровне Министов иностранного отдела. Нормандская четверка, могу сразу вам об этом сказать, рассмотрела ход выполнения тех договоренностей, которых достигли президента России, Франции, Украины и Канцер Германии. Это было в ноябре в Берлине. Там были даны соответствующие поручения и по созданию зон безопасности, постепенно, последовательно наращивая количество таких зон на линии соприкосновения, и по безусловному отводу тяжелых вооружений, как это давно нужно было сделать, по налаживанию постоянного проглосуточного мониторинга миссий в БСЕ и в зонах безопасности на линии соприкосновения, и в тех местах, где складируются тяжелые вооружения. Там же было подчеркнуто, что необходимо ускорить решение гуманитарных вопросов, прежде всего, обмен всех на всех, и там же было сказано, что необходимо разработать дорожную карту, которая будет четко просписывать все шаги по выполнению политической части Минской договоренности. Мы сегодня отметили, что, к сожалению, больших результатов на этих направлениях принятых решений в Берлине достигнуты не было, но в позитиве, в таком небольшом, по крайней мере, как все сказали, то, что контактная группа в очередной раз договорилась, что 20 февраля начнется режим прекращения огня и начнется отвод тяжелых вооружений в те места, где их положено находиться. Мы активно поддержали такое решение, но, естественно, выразили убеждение, что на этот раз нельзя допускать срыва, посмотрим, как стороны на это отреагируют. Мы поддержали также небольшой прогресс, который был достигнут в гуманитарной подгруппе контактной группы по вопросам согласования списков пленных, задержанных, с тем, чтобы начать их обмен уже на основе принципа всех на всех. Работа эта, повторю, идет, и рассчитываем, что на месте те, кто непосредственно этим занимается, это украинские представители, представители Донецка и Луганска, смогут выйти на договоренности. Мы еще подчеркнули важность, особую важность выработки дорожной карты, в которой должна быть расписана последовательность шагов по укреплению безопасности, с одной стороны, и продвижению политических реформ, включая закон об особом статусе Донбасса, закрепление этого закона на постоянной основе в Конституции, проведение амнистии всех участников боевых действий в Донбассе, как это было сделано для всех, кто выходил на Майдан с протестами против предыдущего правительства, и проведение выборов на основе вот этого закона об особом статусе, на основе закона о выборах, который должен быть, как и все остальное, согласован между Киевом и Донбассом. Одно дополнительное заявление, которое озвучили немецкие и французские министры, было сделано по нашему предложению, мы привлекли внимание к неприемлемости той блокады, которая сейчас организована радикалами блокады Донбасса, пресечении дорожного движения, автомобильного движения, угрозы вообще обрезать какие-либо связи с этим районом Украины, и мы предложили осудить такой подход и потребовать незамедлительного снятия этой блокады наши партнеры по нормандскому формату, какое предложение поддержали, и это соответствующее заявление вошло в комментарии, которые по итогам нашего заседания сделали германские и французские министры. Вот, наверное, что я хотел бы вначале сказать. Пожалуйста, какие у вас есть вопросы? Спасибо. Сергей Викторович, какие сигналы вы услышали от американского вице-президента, выступавшего здесь, и были у вас с нами здесь личные контакты? Мы поздоровались перед началом заседания, контактов здесь не было, у меня был контакт, как вы знаете, в БОНИ, продолжительные беседы с новым государственным секретарем. Сигналы, я думаю, будут изучать политики. Я услышал то, что Соединенные Штаты хотят взаимодействовать со своими партнерами в решении тех проблем, которые волнуют Вашингтон в международных делах, и, как я уже сказал, мы ждем, когда сформируется окончательно команда, которой будет американской внешней политикой заниматься, и тогда уже можно будет в рамках контактов профессиональных понять, какие конкретно-очертания примут те инициативы, те подходы общего характера, которые озвучивались и президентом, и сегодня вице-президентом. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, обсуждали ли вы вести листы нам Иран, и есть ли договоренность по дате встречи Путина и Трампа? Ну, про это мы уже сказали, про возможность встречи президентов России и США, мне нечего добавить. Есть договоренность, что такая встреча должна состояться, она должна быть, конечно, хорошо подготовлена, и должна состояться в тот момент, когда и где это будет удобно обоим президентам. Относительно Ирана, да, Иран мы обсуждали, как обсуждали и все другие ключевые вопросы международной повестки дня. Мы исходим из того, что совместная всеобъемлющая программа действий, которая урегулировала проблему иранской ядерной программы, остается в силе. Американская сторона продолжает участвовать в мониторинге выполнения этого документа вместе с другими участниками этой договоренности, в том числе в рамках Международного агентства по атомной энергии. Я сегодня встречался с генеральным директором МАГАТЭ, господином Амана. Он подтвердил, что мониторинг выполнения этой программы показывает, что Иран выполняет свои обязательства, и мы исходим из того, что так будет и впредь, но и все остальные участники этой договоренности должны выполнять свои обязательства, имея в виду полное снятие запретов на экономическое сотрудничество и иные связи с Ираном, которые были в свое время введены не только в сайте безопасности, но и в одностороннем порядке рядом участников этих переговоров. Сергей Викторович, президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о признании документов, выданных к ДНР и ЛНР. Поднимался ли этот вопрос с зарубежными коллегами на встрече нормандской четверки, как они отреагировали на такое решение, и означает ли оно изменение позиции России по отношению к ДНР и ЛНР? Нет, вопрос, это не поднимался. Я не думаю, что кто-либо усматривает в этом какое-либо изменение позиции. Указ, по-моему, говорит сам за себя. Там черным по белому написано, что руководствуемся при этом исключительно гуманитарными соображениями, потому что люди, которые оказались на этих территориях Донбасса, постоянно подвергаются различным блокадам, различным ограничениям, не могут получать пенсии, не могут получать социальные пособия, не могут, в общем-то, иметь нормального доступа к медицинским услугам, учитывая, что многие учреждения медицинские на Донбассе были разрушены или сильно пострадали, не могут, собственно, они путешествовать по своим делам, учитывая, тем более, наличие огромного количества семей, которые живут по обе стороны границы, на украинском Донбассе и в Российской Федерации, родственники, друзья. Поэтому в сугубо гуманитарных соображениях на тот период, пока не будет полностью выполнена Минская договоренность, пока не урегулируется все, что требуется урегулировать в соответствии с Минским комплексом МЕР, указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, Донецка и Луганска, для того, чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться на железнодорожном, авиационном транспорте по Российской Федерации. В Уставе 2 грузинская телекомпания Тамара Ницубиза. У меня три коротких вопроса. Сергей Викторович, как вы оцениваете на данный момент российско-грузинские отношения? По визам вы недавно сделали заявление, как господин Карасин. Почему вы связываете этот вопрос с дипотношениями? И последний вопрос. Здесь находится прокурор Гааги Фатуба Бинсунда, которая заявила, что Россия пока не сотрудничает с следствием. Почему? И, может, вы встречались здесь с ней? Вот она недавно здесь была. Если не встречался этот вопрос, я комментировать не могу. У нас есть определенная позиция по отношению к тому, как этот конкретный процесс был прокурором оформлен. Прокурор полностью проигнорировала те обширнейшие материалы, которые были представлены Южной Осетии, Абхазии и Российской Федерации, и которые документально, абсолютно безоговорочно подтверждали, что конфликт был начат Михаилу Саакашвили. И когда индивидуальные обращения тех, кто от этого конфликта в Южной Осетии пострадал, у кого погибли родственники, а когда эти обращения, по сути дела, были отложены в сторону, очевидно, односторонняя нацеленность подобной позиции прокурора, и мы объявили давным-давно, что мы в такой ситуации, конечно, не можем с ней взаимодействовать. Что касается отношений между Россией и Грузией в целом, то наши представители, Карасин и Абашидзе, недавно встречались в очередной раз, они сделали соответствующие развернутые комментарии. Мы удовлетворены тем, что отношения начинают все-таки нормализовываться, растет товарооборот, я не помню, по-моему, третья страна, которая покупает грузинскую экспортную продукцию, Россия, у нас налаживается и расширяется география авиационного сообщения, либерализована существенно визовая политика, и сейчас практически по любому необходимому поводу грузинские граждане могут посещать Российскую Федерацию. Что касается безвизового режима, еще раз подчеркну, это достаточно сложный вопрос, он связан не только с отсутствием дипотношений, хотя, конечно, отменять визы в условиях отсутствия таковых, я имею в виду дипотношений, немножко странновато, но связано это еще и с необходимостью обеспечить безопасность в тех условиях, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье, вообще регион Южного Кавказа становится маршрутами, которые активно пытаются использовать боевики, экстремисты, террористы, наркоторговцы. И когда мы наладим взаимодействие полноценное между российскими и грузинскими правоохранительными органами, когда все эти риски могут быть с обеих сторон пресечены в максимальной степени, тогда, наверное, можно будет говорить и о дальнейшем облегчении визового режима. Но такое взаимодействие между правоохранителями уж точно трудно налаживать в отсутствии дипломатических отношений. Спасибо большое.